Философия нового витка интернета резонирует со мной. Распоряжаться информацией своими данными должен только пользователь, а не Google, Facebook и другие компании. Именно об этом идет речь в моем новом посте в Телеграме. Посты там выходят не часто, зато по делу. Если ты еще не подписан, подпишись. Ссылка в описании. Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Богатейший канал, на который я выкладываю ежедневные видео о криптовалюте. Сегодня мы с вами будем говорить о распределении XRP, о том, что это значит для цены во время глобального массового принятия. Именно поэтому я делаю это видео, чтобы подчеркнуть не только то, как высоко может вырасти цена XRP, но и насколько быстро этот процесс будет происходить, когда придет время. Я посчитал балансы всех кошельков, на которых в настоящий момент находится большая часть XRP. Получились следующие цифры. Около 24 миллиардов XRP держат основатели Ripple. Еще 19 миллиардов держат финансовые партнеры, биржи и сотрудники Ripple. Также у нас есть еще почти 5 миллиардов токенов, которые держат обычные розничные инвесторы. Все это составляет в сумме 48 миллиардов токенов на момент этих подсчетов. Учитывая то, что общее предложение XRP составляет почти 100 миллиардов токенов, можно смело подсчитать, что приблизительно 51 миллиард токенов находится в условном депонировании. Точно известное предложение позволяет нам подсчитывать и проценты. А это означает, что 19 процентов, давайте округлим до 20, 20 процентов всех токенов XRP удерживаются финансовыми учреждениями, которые будут использовать их для своих трансграничных отношений и международных платежей. Переходим к следующему пункту. Это сообщение прямо от Джоэла Катца, в котором говорится о том, куда может пойти цена XRP. Он сказал, что если XRP впитает ценность растущего объема международных платежей за счет того, что уменьшит или даже вовсе нивелирует все издержки при совершении этих платежей, то цена за монету может составить 120 долларов. Также здесь говорится, что вам нужно будет обязательно применять множитель к цифре 120 долларов. Из-за дополнительного спроса со стороны людей, которые владеют XRP, желают осуществители облегчить платежи за пределами международной платежной системы. Так какое же количество предложений XRP удерживается? 81 процент, потому что только 19 процентов удерживаются этими финансовыми учреждениями, которые собираются использовать эти 19 процентов для своих платежей. Как вы помните, это те самые 19 миллиардов из 100, о которых мы говорили в начале. 20 к 100 это соотношение 1 к 5. Это то самое количество XRP, которое доступно для этих международных транзакций. Одна пятая существующих XRP доступна учреждениям, которые хотят использовать эту монету для трансграничных платежей. Как говорит Джоэл в этом посте, если одна пятая от всех XRP впитает в себя ценность трансграничных платежей, то цена токена будет 120 долларов. Однако, если этим финансовым учреждениям предоставят все 100 миллиардов токенов, чтобы использовать их для трансграничных платежей, то нам нужна будет цена, по крайней мере в 5 раз превышающая сумму в 120 долларов, чтобы достичь ликвидности, которая необходима этим финансовым учреждениям для перемещения XRP и для поддержания всех своих глобальных международных отношений. Потому что если ликвидности не хватит, это все дело просто сдохнет. А это значит, что XRP должен находиться на пути к 6 сотням долларов. 120 умножили на 5. Это взгляд на вопрос только со стороны спроса и предложения XRP Ledger. Такая модель совсем не учитывает сокращение спроса на доллар США. Примем во внимание, что ценность доллара США примерно на 2 трети состоит как раз таки из-за международных отношений. Почему? Потому что доллар выступает в качестве глобальной резервной валюты. Поэтому, когда XRP заменит доллар в качестве этой глобальной резервной валюты, с или без согласия Соединенных Штатов, доллар США потеряет 2 трети своей ценности. Когда это произойдет, доллар очень стремительно упадет на 66%. Теперь, когда наш доллар упал на 66%, мы задаем себе вопрос, что же это означает для XRP? Это означает, что цена XRP по отношению к доллару уже в 3 раза выше, чем те 600 долларов, о которых мы говорили ранее. 3 умножим на 600 и получаем 1800 долларов. Теперь вы видите, что мы имеем около 1800 долларов за один токен. Но мы можем увидеть цену еще больше, потому что, угадайте что? В обращении нет фиксированной суммы в долларах США. О нет, ребята, никакого потолка не существует. Это график количества долларов, которые находятся в обращении. Если присмотреться, то можно заметить, что в промежутке от 2002 до 2008 года в обращении было менее чем триллион долларов. Меньше триллиона баксов было. Если же мы посмотрим на этот график в 2014 году, мы замечаем, что там было более 4 триллионов долларов в обращении, что означает, что денежная масса увеличилась в 4 или даже 5 раз буквально за 6 лет. Кстати, 1985 год. 202 774 доллара в обращении. Как показано на этом графике, мы имеем гиперинфляцию доллара с какой угодно точки зрения, потому что, глядя на этот график, не говорит о гиперинфляции только слепой. Когда количество долларов в обращении увеличивается в 5 раз за последние 5-6 лет, то это гиперинфляция. И это будет продолжаться и дальше. Хочу отметить, что Дональд Трамп ходит за представителями ФРС и называет их тупицами за то, что они постоянно снижают процентные ставки. Что такое процентная ставка? Грубо говоря, процентная ставка это количество долларов США, которые федеральная резервная система высасывает из экономики, чтобы препятствовать еще более скоростному увеличению предложения. А это означает, что в обращении будет еще больше долларов. По текущим оценкам, их предложение должно быть где-то в районе 20 триллионов долларов. Этот график показывает пик в 2014-м, и это всего лишь 4 триллиона долларов. 20 триллионов долларов это в 5 раз больше, чем 4. Так что мы собираемся сказать, что те же тенденции будут продолжаться. Потому что именно в этом и заключается гиперинфляция. С каждым новым периодом это все более экспоненциальная тенденция к более низкой покупательной способности доллара США. Если это так, то можно сказать, что если понадобилось всего около 6 лет, чтобы увеличить предложение с триллиона до 4, то вероятно на следующий раз потребуется всего лишь 3-4 года, чтобы умножить это предложение в 5 раз. Значит 1800 долларов превратятся в 9000. Округлим до 10, чтобы было красиво. 10 тысяч долларов за один токен XRP. Это не просто утопия. Но это может произойти в 2021 году, а может даже после него. Пока доллар США все еще существует, он будет продолжать делать все то же самое, так же как и XRP. Пока не все люди понимают, что такое экспоненциальный рост. Все думают по линейному тренду, по линейному времени, ожидая, что изменения будут постоянными, медленными и спокойными. Но они не будут постоянными, медленными и спокойными. Такие изменения никогда такими не были. Если вы не согласны, значит вы не обращали внимание на глобальные тенденции в целом. Вы не обращали внимание на тенденции технологий. Так обратите внимание. Эти тренды разворачиваются на наших глазах. И происходит это очень стремительно. Я немного отвлекся от сути этого видео, смысл этого видео, как можно проще объяснить позицию с помощью пары простых графиков и небольшого поста от Джоэла Катца. Как быстро XRP может достичь 10 тысяч долларов США? А растет ли цена XRP прямо сейчас? Конечно нет, посмотрите на график сегодня, цена XRP все еще равна 20-25 центам. Растет ли биткоин? Нет, он все еще стоит на 10 тысячах. Но это не имеет значения. Почему это не имеет значения? Потому что розничные инвесторы это те люди, кто привел биткоин к 20 тысячам. Розничные инвесторы, такие как вы и я, это те, кто довел XRP до почти 4 долларов на пике. Поэтому, когда дело доходит до реальных денег, поступающих в систему, то нам, розничным инвесторам, не позволят повлиять на будущую цену этих рынков. Это будут авторитетные институты и правительство мира. Так что перестаньте париться по поводу того, что сейчас не так много людей хотят оставаться в этом пространстве. Перестаньте париться по поводу того, что вы, возможно, не понимаете, как мы можем получить такие цифры. Они давно понимают это за вас. Они управляют ценностью доллара, циркуляцией доллара. Они знают, как контролировать деньги. И они контролируют их таким образом, что массы даже не обращают на это внимания. Поэтому готовьтесь, потому что мы становимся свидетелями больших изменений. Я бы сказал, что мы, как человечество, еще никогда не видели того, что наблюдаем сегодня. Того, что произошло с технологиями, блокчейнами и со всеми этими развивающимися отраслями. Которые имеют огромное воздействие на то, как функционирует наша глобальная экономика. И как она будет функционировать в будущем. Богатейте. До скорого.